Всем привет! Расскажу вам про ситуацию, которая никогда не происходила на моей практике, с учетом того, что на самом деле я, наверное, летаю довольно часто. Я не знаю, это считается часто или нет. У меня велеть на имя... Внимание! Я Фессун Анна. Я не знаю, как можно было перепутать букву И и А, но не важно. Меня не хотят пропускать, не хотели пропускать. Сказали, что меня, может, дальше не пропустят, что меня, может, в Токио не впустят, потому что виза у меня на имя Инна, а я лечу с билетом Анны, паспорт у меня на имя Инна. Так что удачи мне. До встречи, я не знаю где, может, обратно в Харькове, может, в Токио, может, в Стамбуле, где меня выкинут с именем Анна, посмотрим. Может, сейчас пойду на контроль, на таможенный досмотр, мне скажут, Анна, до свидания, я вернусь. Посмотрим, я буду держать вас в курсе событий. Я встала, чтобы нацепить на себя золотые патчи, потому что у меня бессонница, и я встала в 4 утра, тут очень светло, а я не могу спать, когда светло. Я снова не спала, потому что очень светло здесь, и как снова? Снова в смысле я давно уже не сплю, не то что снова, я здесь первый день. Что вы знаете про фразу «Лох – это судьба»? Я шла только что, у меня порвался ботинок, и я иду за суперклеем. Как можно быть такой рахитной? Где ты взяла такой красивый телефон? Это что за модель? Не завидывай. Это айфон 8? Ты набрал, у тебя не денег там, не ври, у тебя не денег, чтобы звонок бомжару. Я зато не по сэнгичу разговариваю. Камень в свой огород. Ой, какой красивый телефон. Качество 15 мегапикселей. 15! Хочу показать вам свой телефон. Это нечто. Мне вот в Токио дали вот такой телефон. Я не знаю, это очень мило, я не видела раскладушек очень давно, и это забавно. Просто. Это так классно работает, мне нравится реально сам процесс. Реклама телефонов. Удивительно, японцы просто очень милые создания. И как обычно, моя жизнь это ожидание. Я все время сижу и жду, жду чего-то хорошего, жду лучших времен. На самом деле сейчас я просто жду людей, но обычно я жду что-то, что дальше будет лучше, интереснее, красивее. Это моя проблема, я не умею жить в настоящем моменте. Проблема, с которой я отчаянно борюсь, но пока не особо успешно. Но в будущем обязательно все будет хорошо. Обязательно. Мне сегодня надо пойти в Big Camera. Это такой магазин. Это вроде со всей техникой, ла-ла-ла, но это не особо интересно. Естественно, в Японии нельзя иметь сим-карту, если ты не японец с интернетом. Поэтому здесь люди используют Pocket Wi-Fi. И мне надо пойти купить этот Pocket Wi-Fi, потому что, честно говоря, в Японии без интернета находить что-то крайне сложно. Я, конечно, по памяти знаю некоторые места. Хорошо, по памяти я знаю почти все Токио определенными районами. Но все равно я боюсь потеряться, и поэтому мне надо найти этот Pocket Wi-Fi. Это первое дело на сегодня. Надо найти картриджи для полароидов. Япония уже родина этого всего, поэтому должно быть легко. В общем, там много всего найти. Я крайне рада, что сейчас я здесь. Я не знаю, что это было. Мужчина упаковывает мне пищу в палочки. Ты довольна? Мне кажется, все, что мы делаем с Анастейшей, мы просто ходим по магазинам, смотрим на еду, берем что-то. Почему? Ты сейчас взяла даже еду. Сейчас, потому что до этого 10 магазинов. Нормально вообще? О, платье разлетается. Чувствую себя какой-то профурсеткой. Отходили двое суток, и наконец-таки что-то купили. Молодец. Можно сделать, прилетать волосы. Короче, мы потерялись в доме, и тут все закрыто, и тут решетки. Еще не работает нужный этаж. И камера снимает. Решетка. Ну, мы открыли решетку. Мы в тюрьме были. В моем любимом месте поменяли меню, и раньше оно висело, и теперь оно выглядит вот так. Очень стало удобно. Еще удобнее, чем было. Короче, восторг. Я довольна. Я иду, поднимаю голову, и непонятно, что это. Это статуя Спасителя, Христа, или не знаю что. Ну, ладно. И лес. Мы дошли до моего самого любимого в мире магазина, Дон Кихота, где есть все. Я уже рассказывала, что здесь есть все. Носки, трусы, маска самурая. Здесь есть магазин для извращенцев. Здесь есть скейты, ролики, велосипеды, мусорки, пастральные порошки. Здесь просто все, что вам надо в этой жизни, и все, что вам не надо, тут тоже есть. Шесть этажей. Шесть. А на шибу и восемь. Восемь этажей. Не знаю, почему нарисован ребенок, если честно. Очень красивая реклама, так хочется купить этот крем. Нашла инструмент, как качать стулы. Если кому интересно, вот, дуйте и всасывайте. Здесь придется разные головы, которые вам нужны. Это маска, которая подтягивает вам лицом. А это жопу. А это сиськи. А это щеки. А это поднимает сиськи. А это писки. Извините меня, но в Токио просто есть все, что есть в мире. У меня сегодня счастливый день, потому что я на концерте. Нет, не поэтому. Потому что я купила сим-карту с интернетом. А до этого три дня я жила без интернета. Я не могла ничего найти, я терялась, у меня не было Google Maps. Я чувствовала себя каменным человеком, в пещерном. Мне очень плохо. Потому что здесь, к сожалению, нет людей, которые любят гулять так сильно, как я. И я, в основном, все время провожу одна. Это неплохо, я люблю быть одна. Тем более ко мне приехала, еда. Что не может меня не ладовать. Вот. Я сижу одна в своем любимом суши-месте, в которое я часто всегда ходила раньше. Я здесь была два года назад. Девочка очень хорошо прожила с Юлей. И мы постоянно проводили время вместе. Было очень здорово, на самом деле. Я скучаю в один временах. Но сейчас мне тоже очень нравится. Мне нравится сюда ходить одной. Мне нравится Токио. Мне нравится это заведение. Вообще есть очень много заведений, которые мне дико нравятся в Токио. И мне, наверное, надо сделать какой-то мини-обзор. И посоветовать вам, чтобы когда вы приехали в Токио, вы увидели все эти мои любимые места. Самые любимые, которые тут есть. Вот так. Да, я, конечно, жру очень много. Маршрут одиночества в Токио продолжается. Когда вы сходили и поели свои любимые нигири, роллы, суши, сашими в своем любимом японском интернет-кафе, то вы можете смело направиться в Дон Кихот за милыми носочками. Так, я сейчас все сделаю. Маршрут типичной и грустной девочке в Токио. Хотя, честно говоря, вот вся эта яркость и краски не могут не радовать даже грустного человека Токио. Типичная улица ночью. Мы идем в Дон Кихот. Просто завтрак чемпиона по-японски. Это мое второе любимое место. Находится оно на Амакусандре. А ну, на пробу. Ну как? Мне кажется, что это низкая. Пейдос шюртинг. Киното-харсэй шюртинг. Те-ю такие выборы. Такой выбор. Вот сейчас лейнаппиона. Такой выбор. Это еще не так. мне рассказали очень интересную историю я думаю что с вами поделиться что такое паскуда не до расскажи нам ну ты можешь рассказать ну ей сказали и она скажет вам давай правильно я сказала давай но людям интересно говорили насти не ломайся не ломайся а то паскуду позовем она расскажет я забыла у нас давай время идет у меня видео не бесконечно паскуда это племена давай что расскажи расскажи в общем все истории от насти очень интересные каждая имеет просто свой смысл этим мы смотрим вдаль ничего такого не происходит ты знаешь что такое паскуда нет это должность оказывается насти сказала что в интернете написано что паскуда мне кто-то сказал тебе на вершину лапшу и ты нашла статью она не настолько правдоподобная короче она нашла статью и паскуда это должность мешать девственность неверных девочек потому что их нельзя такими хоронить их надо опаскудить как говорится вот с такими людьми я езжу а потом вы говорите почему я злая кто называет кто называет это кличко я привела а она стоишь в магазин где все по 100 йен и она купила привела в магазин где все по 100 йен и она купила за 100 потому что за то что я привела в налог 8 процентов вот и мы сейчас идем в отдел с едой по 108 йен возможно уже больше возможно уже 109 я снимаю видеоблог так мы где мой зонт мы снимаем сейчас идем в кавай монстр кафе потому что мы очень кавай и нет что я дожила до момента когда люди носят зонт когда я еду это очередь это люди стоят на в кафе предположили я не уверена но это кажется потому что там кафе сегодня договорились насти пойти гулять в 9 30 потому что потому что мы не могли ждать чтобы не погулять по этой прекрасной погоде я сказала настя в общем мы не могли пропустить ни секунду потому что 30 минут на сборы я говорю именно 40 она говорит нет 30 в итоге это было 50 и мы не пропустили смотрите мы пришли в кафе что называется кавай монстр кафе и здесь реально очень кавай мы выбрали место грипп особенно мне нравится вот это это я и возьму пожалуй в общем здесь очень здорово мне уже нравится просто каждую неделю ходить с тобой и 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 можно более грациозно это делать на тех грациозно сегодня честно говоря у меня это место ассоциируется с понтами люди приходят и едят эти макароны вот так тянут удовольствие мы в толпе может это самое милое что я видела в этой жизни я клянусь как это мило обычная ситуация в японии мы были только что в муравейники муравейник вот серьезно эта улица называется хораджуку кажется это такашито стрит я не уверена но это просто от я выгляжу просто ужасно я расскажу почему потому что когда ты ешь дерьмо откровенное дерьмо которое вредно для организма то ты получаешь дерьмо на лице черни уши вылезли из кепки так что не кушайте дерьмо и не будет у вас дерьмовое лицо а я покажу пока с таким потому что на любое действие ты получаешь ответную реакцию в моем случае в виде прощей бывает такое настроение или состояние я не знаю как это описать ну вот вы выходите вечером у меня такое часто и идете в наушниках запутанных слушайте музыку думаете что-то вспоминаете мечтаете возможно пытаетесь вернуться в прошлое я я знаю я же не дура я знаю что жить прошлом неправильно что прошлое прошло и думать им тоже не надо что надо жить настоящим и все это я все это знаю но я думаю у каждого есть такое состояние когда он выходит когда его не видит никто и очень важно в этой ситуации идти в пижаме я конечно говорю с сарказмом вы слушаете музыку а музыка это единственное что моментально возвращает моменты прошлого музыка которую вы слушали в какой-то момент жизни своей погружаетесь в какую-то тоску такую грустную возможно радостную печаль моментами и было бы хорошо иметь человека которому можно было всегда прийти поговорить обнять его я знаю кто это друг мама папа парень собака енот крот но это было бы замечательно но не всем так повезло поэтому если вам так повезло то оцените это зачастую людям некому прийти чтобы излить душу такая глупая вот формулировка мысли и поэтому спасает только музыка и начинаю прогулку под звездами что тоже не есть плохо надеюсь вы не одиноки и все хорошо и надеюсь вы как представители более разумного сословия нашего населения понимаете что есть важно в жизни до момента потери этого иначе вы глупцы и мне вас жаль и едет полиция и может они что-то мне скажут нет не сказали все хорошо поэтому добрых снов доброго дня я не знаю что у вас сейчас находится какое время до суток пока с вами была инна